Всем привет! С вами LinguaShow. В сегодняшнем уроке мы поговорим с вами об определенном артикле в итальянском языке. Поехали! В одном из уроков нам уже встречался неопределенный артикль. Мы его используем для выражения единичностей и первого знакомства с человеком или предметом, то есть говорим о вещи, которые мы ранее еще не говорили. Также помимо неопределенного артикля в итальянском языке существует определенный артикль, который в соответствии со своим названием указывает на что-то определенное, уже известное или единственное в своем роде. Форма определенного артикля также зависит от рода существительного и от его начальных букв. В отличие от неопределенного артикля, который редко встречается во множественном числе, формы множественного числа определенного артикля широко используются. Давайте поговорим подробнее. В мужском роде определенный артикль – это «ИЛЬ», «ЭЛЬ» с апострофом, «ИЛО». «ИЛЬ» используется перед согласной. Например, «ИЛЬ ЛИБРО» – книга, «ИЛЬ СЕНЬОРЫ» – сеньор. «ЭЛЬ» с апострофом – перед гласной. «ЛА МИКО» – друг. «ЛЬ ИТАЛЬЯНУ» – итальянец. «ЛО» используется перед «ЭС» с другой согласной и перед «ЗЕТ». «ЛО СТУДЕНТЕ» – студент. «ЛО ЦАЙНУ» – рюкзак. Во множественном числе артикль «ИЛЬ» будет «И». То есть мы скажем «ИЛЬ ЛИБРО» – книга. Во множественном числе «ИЛЬ ЛИБРИ» – книги. «ИЛЬ СЕНЬОРЫ» – сеньор. Во множественном числе «И СЕНЬОРИ». Артикль «Л» с апострофом и «ЛО» во множественном числе будет одинаков. Если в единственном числе «ЛА МИКО», то во множественном будет «ЛИ АМИЧИ». «ЛИ ИТАЛЬЯНО» – «ЛИ ИТАЛЬЯНИ» – итальянцы. «ЛО СТУДЕНТЕ» – «ЛИ СТУДЕНТИ» – студенты. «ЛО ЦАЙНУ» – рюкзак. «ЛИ ЦАЙНИ» – рюкзаки. Определите внимание, что окончание во всех этих словах мы тоже меняем. Об этом мы говорили с вами на прошлом уроке. Итак, перейдем к женскому роду. В женском роде немножечко попроще. В единственном числе всего два определенных артикля. Это «ЛА» ставится перед согласной. Например, «ЛА БОРСА» – «СУМКА», «ЛА СТУДЕНТЕССА» – «СТУДЕНТКА». И «Л» с апострофом ставится перед гласной. «ЛА МИКА» – «Подруга». «ЛИ ТАЛЬЯНО» – «ИТАЛЬЯНКА». Во множественном числе определенный артикль будет одинаков для обоих случаев. «ЛА» и «Л» с апострофом будет «ЛЕ». Например, «ЛА БОРСА» во множественном числе мы скажем «ЛЕ БОРСЕ» – «СУМКИ». «ЛА СТУДЕНТЕССА» – «СТУДЕНТКА», во множественном числе «ЛЕ СТУДЕНТЕССЕ» – «СТУДЕНТКИ». «ЛА МИКА» – «Подруга». «ЛЕ АМИКЕ» – «Подруги». «ЛИ ТАЛЬЯНА» – «ИТАЛЬЯНКА». «ЛЕ ИТАЛЬЯНЫ» – «ИТАЛЬЯНКИ». Как же употребляется определенный артикль? В первом случае в отношении предмета или человека, уже известного говорящему или слушающему, или о котором уже шла речь ранее. Как тебе книга? Интересная? То есть вы уже говорите о книге, которую вы знаете, о которой вы говорили ранее. Где моя или наша собака? То есть вы знаете об этой собаке. Наш холодильник пустой. Директор уже в офисе. Во втором случае с вещами, материалами, неисчисляемыми предметами, имеющими только единственное число, или абстрактными понятиями. Например, То есть все эти вещи мы не можем исчислить. И материалы, которые мы уже знаем, как золото, серебро. В третьем случае с частями тела описанием внешности. Например, У меня болит голова. У девушки Марко светлые волосы и голубые глаза. Мы описываем внешность, то есть мы ставим определенный артикль. На сегодня это все. Определенный артикль. Не такой сложный. Его просто нужно запомнить и немножечко потренироваться. Если вам понравился урок, ставьте, конечно же, ваши лайки. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще много всего интересного. Всем пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok